Здравствуйте! В эфире программа «Вечные ценности». Он не копирует действительность и в своих картинах выражает мироощущение через цвет и форму, которые делает свободными и метафорическими. Один из самых известных современных казахстанских художников сегодня с нами в студии. Я с радостью приветствую Андрея Нот, художника, члена Союза художников Казахстана, лауреата премии Тарлан. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Ваше искусство удивительно. Когда я впервые увидела ваши картины, практически не разбираясь в живописи, я была поражена, я остановилась. Больше всего, конечно, это я уже потом, слушая ваше интервью, читая статьи, я уже поняла, что в каждой картине существуют люди и дом обязательно. Вы скажите, сколько я видела ваших картин, и ни на одной из них вы не изобразили людей реалистично, так как в жизни? Ну, да, наверное, ни разу. Это все закончилось. По завершению учебы мне, наверное, достаточно было и в Академии всего этого, так сказать, изображать и насытиться моделями и так далее. Поэтому, ну, а чем ценен художник? Тем, что вот он, не могу сказать, что живет в своем мире, но представляет другой мир. А вот почему именно людей вот именно в таком образе с этими углоподобными головами вы выбрали, и ты понимаешь, что это счастливые люди, это очень красивые люди? Почему именно такой образ вам когда-то пришел, и вы его полюбили? Ой, ну, уже и вспомнить-то трудно, но все это происходило, конечно, в поисках, в поисках формы, да? В форме. Потом уже, так сказать, и цвет подошел и так далее. Ну, это так давно было, что действительно, ну, вот, был поражен в поиске в самом, в самом процессе, видимо, так. И как-то вот на этом остановился, и это стало моим, собственно говоря, всем в живописи. А как называется жанр, в котором вы работаете? Тут несколько, видимо, было путей немецкого экспрессионизма, из французского фавизма, из русских бубновых валетов. Вот, коих художников я весьма и весьма уважал и почитаю, да и до сих пор, собственно говоря, люблю смотреть их картины. Ну, все вместе, как бы, вот, свой почерк, надеюсь, какой-то приобрел все-таки. Узнаваемость, для художника очень важна узнаваемость. Ну, вас ни с кем не спутаешь, и даже люди далекие от искусства, они уже один раз увидев, они знают, что это картина Андрея Ноды. Может быть, это очень важное, действительно, в работе. Ну, я вот где-то прочитала в интервью, что вы сами называли как-то жанр, в котором работаете, ну, это модернизм, цветной реализм. Ну, и это присутствует, конечно, тоже, да. Почему нет? Ну, вот в моем понимании реализм, это вот, я вас вижу, я вас вот изображаю точь-точь и понимаю, что это реализм. Ну, это уже больше буквализм, скорее всего, чем реализм. Потому что я же не пишу какие-то абстрактные вещи, просто пятна, линии. Нет, у меня все узнаваемо. Вот птичка летит, вот домик, как вы говорили, семья сидит. Все реально, все реально. Просто, может быть, увиденное по-другому немножко, как бы, с другим наклоном. Вот и все. Сложно расспрашивать и глупо, а что является вдохновением? Вдохновением, я так понимаю, для любого творческого человека является сама жизнь. Но все-таки вот топливо вы создаете сами, вы его вырабатываете, но есть же что-то вокруг, что всегда помогает, помогает держаться, верить и вот творить, даже когда может быть плохо или когда лень? Ой, ну, ну тут очень много, конечно, составляющих. И топливо свое подбрасываю и так далее. И работа со словом, со смыслами. Опять же, любовь мужчины и женщины. Собственно говоря, семья, запахи, цвет, линии. Все, все вместе, все пойдет в дело, все на пользу. Ну, вот сказали, семья. А семья вот в этом круге какое место занимает? Ну, одно из первых, конечно же, одно из первых. Потому что мой первый зритель, это всегда моя жена Наталья. Она тоже художник, мы вместе учились. Так что, ну, очень важное место. А вот интересно, все ваши картины, они о любви. И как можно говорить, про любовь. Мне кажется, что если бы не было вот этой большой любви и вашей семье с Натальей, которая идет еще со студенческих лет, и было много, да, и ваше житей и бытие в Караганде, и творчество, затем возвращение в Алматы, то если бы все было неспокойно в королевстве, этой любви бы большой не было и на картинах. Ну, да, разумеется, конечно, да. Опять же, и работе помогли, и наши, так сказать, скитания по городам, и в молодости. Мы много что приобрели и для работы, собственно говоря, и для познания мира. Нисколько не жалеем, что мы съездили в Караганду так лет на десять. И мы увидели хороших художников, хороших людей. И, разумеется, это все зажигает и поддерживает в жизни, и в работе, собственно говоря, тоже. Про работу я могу говорить бесконечно, через каждое слово буквально. Поэтому как бы это все для работы делается. Вот вы всю жизнь живете по совести, всю жизнь живете с интересом в творчестве. А ваш сын разделяет ваши взгляды? Не знаю. Он понимает, как живут его родители? Пока еще не разговаривали мы с ним на эту тему. Но я думаю, что он будет делать, он будет играть, как музыкант, то, что он любит. То, что ему нравится. В том, в чем он уверен. Хотя у музыкантов, наверное, еще сложнее, чем у художников. Ну, получается, что он верит и он понимает. То есть это вот в семье... Сейчас верит. Такой возраст, что надо верить. Да все это опять идет из семьи. Из того, что вы с Натальей вкладываете, чем вы живете. И он это впитывал и понимал без протестов. Да. Да. Искусство является невероятным источником сильных эмоций. Когда вы не просто лицезреете произведение искусства, а получаете от этого радость. Радость познания, удивительного открытия. И человек, однажды испытавший подобные эмоции, уже не может жить без этих переживаний. Без них мир для него становится пресным, и банальным. Ну, вот, получается, что в этом, видимо, и есть самая главная ценность искусства. Ну, если человек пришел в музей, потом возвращается в театр, еще что-то хочет даже... Уже не плоская жизнь. У него же все-таки есть своя жизнь, а не жизнь в искусстве. Правильно? У каждого уже своя жизнь. Для того, чтобы она не была плоской, горизонтальной, то для этого и существует. Так сказать, и разные виды искусства. И литература, в том числе, и кинематограф. Ну, а как подготовить неопытного человека к этой первой встрече с искусством? Ну, почти никак, наверное. Все-таки должен быть его личный отклик на это событие, да? Или на просмотр чего-то там. Но вот если человек начинает спорить, значит, его все равно где-то тронуло, да? И он уже каким-то образом проникает. Очень может быть. Очень может быть, что ему нравятся совсем другие вещи, да? То есть он этого просто не понимал? Почему нет? Да на здоровье. Но вообще, когда человек первый раз приходит, если мы берем молодежь или зрелых людей, которые, не секрет, что в оперу многие начинают ходить после 40 лет, нужно идти и понимать, нравится, не нравится, либо все-таки читать какую-то специальную литературу, знакомиться с работами искусствоведов? Ну, все-таки, конечно, желательно почитать что-нибудь, хотя бы хоть крохотулечку какую-то. Уже будет хорошо. Но у меня нет советов просто таких вот четких, важных, осознанных. Не знаю. Тогда надо все начинать издалека, из первобытного искусства и так далее, и так далее. То есть для этого уже существуют как бы особые предметы и книжки, и все. Но как я могу убедить? Что я могу вам рассказать? Я могу только показать, как я делаю это, почему я именно хочу такой красный, а не другой какой-нибудь именно, да? Тоже палитра большая. Но тем не менее, вот сейчас вы меня заинтересовали, убедили в том, что мне захотелось посмотреть действительно, а как рождаются эскизы, а как из этих эскизов потом все это переходит в сюжет, в картину, в цвет. Вы же еще помимо этого занимаетесь графикой. Да. Это тоже совершенно другая грань вашей работы, и тоже очень востребованный. И кроме графики, еще и скульптуры делаю, и какие-то объемные вещи, и дерево, и металл. Это такое отличение от живописи, которое все равно делается все ради живописи в итоге. Все ради нее. Недаром считается, что живопись царится искусством. Но вы уже ответили на вопрос, что все-таки современное искусство требует интеллектуальной работы, подготовительной работы, и работы, когда человек встречается с современным искусством. И вот в этом ли отличие от классических произведений? Потому что возьмем, наверное, самое узнаваемое – это Джоконда, которую они знают все, что в Лувре, Монолиза, Джоконда. Но люди потом с восхищением говорят – «Все, я увидел Джоконду». И понимают просто, что это классика. Ну, классика, да. Но ведь уже и бубновый валет – классика. Понимаете? И немецкий экспрессионизм уже классика. Ну, чтобы понять их, это надо же задуматься. А Джоконда – да, она загадочна, она красива, она необычна. Но это все понятно, и об этом столько говорилось, что когда ты первый раз подходишь, ты уже знаешь, что ты увидишь. А если даже мы говорим об обновом валете, то здесь нужно же понять. Да, но ведь и от просмотра Джоконды возникают вопросы тоже. Немножко другие, может быть, но возникают. Кто это? Почему она сидит, сложив руки? Что за загадочная улыбка? Кто ее придумал? А не автопортрет ли это Леонардо? И так далее, и так далее. То есть тоже есть вопросы? Немножко другие. Может быть, они немножко попроще, так сказать. Но я не знаю. Просто для меня это настолько все просто и ясно в той, так сказать, манере, в том жанре, где я существую, где я что-то делаю. Поэтому для меня эти вещи равнозначны практически. Портрет Матисса, например, портрет жены его, да? Тоже знаменитая вещь. Портрет жены в шляпе или Джоконды. Для меня они на одном уровне. А какие задачи у современного искусства? У каждого свои, у каждого художника свои задачи. А ваши? Ну, у меня, опять же, самосовершенствование в картине ежедневное, да? И каждый день... Ну, я считаю, что я каждый день меняюсь, я каждый день новый. Значит, и картины должны как-то этому соответствовать. Значит, я должен что-то это отражать? Свою новую эмоцию, свою, так сказать, мысль какую-то новую. А может, она уже не новая. Кто ее знает? Не знаю. Но вот ежедневная работа, она приучает к этому. Ну, и к дисциплине тоже, опять же. Дисциплина тоже очень важна. Но для меня все-таки остается важной задачей. Это любовь. Сложно показать все равно, как тут уж хоть что-то думай, как не крути. И самосовершенствование. Все. Это меня держит на плаву, во всяком случае. Персонажи, которые герои ваших картин, это герои, которые выдумали вы? Или все-таки есть какие-то иногда в их лицах прототипы живых людей, настоящих людей, которых вы увидели и чьи эмоции вас захватили? Нет. Конечно, прототипов нет никаких. Абсолютно нет. Это совсем какие-то другие сферы, другие, не побоюсь этого слова сказать, миры. Почему нет? Прототипы. Ну, нет. Вот есть же такое, даже фильм есть, и книга есть, портрет жены художника. Да. А у вас есть портрет жены? Был когда-то, конечно. И не один. Но Наталья меня больше писала и рисовала, чем я ее почему-то так складываю. У нее мастерства больше было. Но на сегодняшний день ваши картины находятся в крупнейших казахстанских музеях, галереях. Помимо этого, они представлены в музеях и галереях России, Арабских Эмиратов, Европы, Америки. И вы объездили со своими работами, ну, по сути, весь мир. Да, может быть, вы в Австралии не были? Не был, но картинки там-то есть. А и картины и там есть. Картинки больше ездят, чем я, конечно, да. Ну, вот ваши ощущения от поездок, от вернисажей, от выставок и о том, что когда ваши картины перелетают океаны, оказывается, на других континентах. Самый первый раз, самое первое впечатление. Это еще 80-е годы были. Кажется, 89-й год был, да? И когда мне сказали, что моя картина поедет в Турцию, я всю ночь не спал. Сейчас в Нью-Йорке выставка идет, 12 картин. Я спокоен, все нормально. Понимаете, тут все-таки дело возраста. И понимание, для чего ты работаешь. Не для того, чтобы там обалдеть от своей выставки где-нибудь, да, в Кельне там или еще где-нибудь. В Парижике. Нет, все делается не для этого, все равно. Но когда это происходит, да, это приятно. Что тут скажешь? Очень приятно, спасибо. Все. Но тогда, можно сказать, еще в детстве это было, да? Тогда, конечно, да, я получил впечатление, которое, в принципе, даже может и работать-то мешает, собственно говоря. Вот эти переживания. Возьмут картину, не возьмут. А еще же были худсоветы еще тогда. И так далее, и так далее. То есть все пришлось пройти. Но ваши картины покупают и для частных коллекций. И вообще вам интересна потом история этих картин, которые попадают в частные? Да, и история картин, конечно, интересные, да. То есть иногда происходят неожиданные моменты, когда она оказывается вообще в других стенах. И у нее другой владелец даже. И ты уже следов не найдешь, как это получилось. Да, бывает. Но бывает, что коллекционеры становятся друзьями. Почему нет? А есть какой-то такой сборный образ коллекционера картин Андрея Ноби? Кто он? Это всегда человек высокообразованный. Много повидавший, много чего почитавший и так далее, и так далее. Много чего увидевший в этой жизни. Только поэтому, да, видимо, они могут себе позволить такое общение с таким искусством. Иначе трудновато, конечно. Ну, то есть это тоже о любви. Ну, все ради нее делается, конечно. В свое время вы с своими знаменитыми друзьями Маратом Бикеевым, Эдуардом Казаряном создали творческий союз. А в чем он заключается и сегодня? Существует он еще? Ну, конечно, он существует в том смысле, что мы всегда можем по любой причине собраться, обсудить какие-то вопросы, сделать где-то выставку, что-то куда-то, картины перебросить. Ну, в этом смысле, да, конечно. Но, опять же, что держит этот союз? Это, конечно же, большой профессионализм этих людей, моих друзей. И, конечно, абсолютное уважение каждого к каждому и к его именно труду. Без этого бы ничего не получилось, конечно. Это есть. Это есть. Да, мы любим устраивать нечто иногда грандиозное. Вы работали в разные эпохи, во разные времена. Это эпоха Советского Союза после окончания института. А затем это были лихие и свободные 90-е годы. Затем это уже десятилетия спокойной независимости. И вот условия пандемии, с которыми мы все столкнулись. Вот в какие периоды было работать легко, а может быть тяжело? И когда было вообще вот морально тяжелее, и вот казалось, что это самое тяжелое время? То, что касается живописи, то всегда тяжело. Тут нет, времена не выбирают, да, как бы для этого тоже. Живопись всегда требует полной отдачи, полного погружения. Поэтому, ну что, ну пандемия. А я как работал, так и работаю. Я не сильно замечаю каких-то изменений, да, в жизни. Я так же, как сидел, так и сижу. Ну, то есть это тоже говорит о том, что если есть мечта, если есть работа, если есть вот это глубинное желание творить... Конечно, конечно. То все остальное это просто оболочка, которую можно порвать? Да, потому что всегда есть мечта, все равно сделать невероятную картину, от которой сам просто восхитишься. Но я надеюсь, что она еще будет написана все-таки. Это был бы счастливый момент. Да, и сейчас моменты счастливые, каждый день что-то появляется. Все хорошо, все нормально. И самое главное, ведь не противоречить себе и не изменять своим принципам. Опять же, ну, громкие слова, да, но они помогают. Они помогают. Испытывали когда-то, или может быть до сих пор испытываете, а может быть и нет, ощущение счастья от того, что знаменит, востребован? Нет, ну, счастья нет, конечно. Счастье не в этом заключается, не в известности своей какой-то, нет. Это было бы глуповато даже. Ну, хотя я знаю некоторых людей, которые... А может, они не такие счастливые? А может, они, наоборот, не счастливые, что они там счастливы от этого? Нет, у меня немножко по-другому. Все более строже. И опять же, по отношению к себе все это строгость-то, в первую очередь. Не к окружающему миру, а именно к себе. И вопросы себе задаешь. А не претензии к миру предъявляешь, да? Почему так вот устроено? Нет, все. Может быть, эйфории когда-то. Но опять же, это очень кратковременное какое-то состояние. Опять же, но оно может быть от удачной работы. А не от того, что тебя знают. Я не считаю, что прямо мы уж такие знаменитые люди, что прямо у нас нет. Все скромно, спокойно, размеренно. А есть какие-то непроходящие ценности в вашей жизни, которые были определены, может быть, вашими родителями, а может быть, вами с супругой в начале жизни, которым вы придерживаетесь постоянно, и хотели бы, чтобы и сын жил именно с этими ценностями в своем сердце? Ну, конечно, вот когда мы вступали, так сказать, в серьезную жизнь, в искусстве, так сказать. Конечно, мы с Натальей многое что обсуждали. И с друзьями. Не только ведь с ней, но и с друзьями обсуждали. У меня были старшие друзья, художники. Много к чему приходили. Опять же, мне кажется, я об этом говорил. Про отношение к работе. Вот это же очень важно. Ну, родители нет, но у них была одна задача серьезная в отношении ко мне, это не препятствовать моим занятиям живописью. Вот и все. Спасибо большое. А вообще вас трудно вот вывести из себя и перевести в какую-то другую эмоциональную составляющую? Легко. Хотя, не знаю, ну как, смотря что, что вы имеете в виду? Какой? Гнев? Или что? Какая составляющая? Хорошо, гнев. Наверное, какие-то несправедливые явления в жизни могут, конечно. Какой-то даже гнев, ярость, я не знаю, что-то. Но опять же, это все такое, секунды. А потом опять любовь. Потом опять. Любовь ко всему. Ну, бесконечная. Спасибо вам огромное, Андрей, за вашу бесконечную любовь, любовь к искусству, любовь к людям, для которых вы творите это искусство. И вообще просто за то, что вы любите эту жизнь, и за то, что ваши картины радуют и ценителей высокого искусства, и простых людей, которые просто первый раз увидели дом двух влюбленных, а иногда и рыбок на ваших картинах. Да. Спасибо большое вам за добрые слова и за то, что пригласили. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня с нами был большой художник, член Союза художников Казахстана, лауреат премии Тарлан, талантливый, известный и удивительный человек Андрей Нода. Это программа «Вечная ценность». Увидимся через неделю.